Итак, друзья, проблема с замком на лейзи-беке. Вот здесь у нас на этом лейзи-бек разошлась молния. И как я вам покажу, там буквально метр молнии, но он заставил полностью демонтировать не только сам большой парус, но и лейзи-бек с этой нашей маленькой яхты. И вот, друзья, я вам расскажу в итоге, как мы его починили. И самое главное, мы сравним монтаж вот этих двух систем с лейзи-беком и подъемный парус по мачте, и вот эти вот варианты со скруткой, которая в парус скручивается в мачту. Я думаю, что вам будет очень интересно узнать мое мнение, как владельца двух яхт с разной системой, что все-таки удобнее, ну, допустим, при монтаже. Ну, и, само собой, что лучше, на ходу. Друзья, ну, теперь я буду рассказывать немножко и об обслуживании и ремонте, которое мы делаем на нашей маленькой яхте, Океанис 37. Соответственно, вот пришло время отремонтировать наш лейзи-бек. Вот так он выглядит, видите? Он был демонтирован с мачты, с гика нашего. Покажем наш гик. Вот он лежит обычно подвешенный на вот этом гике. Вот мы его ремонтировали. Ремонтировали. И, соответственно, будем ремонтировать. А что с ним случилось? Ну, к сожалению, разошлось где-то около метра волни, которая его застегивает. Но дело в том, что она не просто пришита, она еще и, видите, проклеена обычно. Поэтому приходится тоже прибегать здесь к услугам все-таки профессионалов. И сейчас я поеду к испанскому одному профессионалу, который, я надеюсь, за небольшие деньги восстановит нам этот лейзи-бек, прищет вот эту, пристрочит вот эту вот молнию, он и, само собой, проклеит. А как дальше будем ставить это все хозяйство обратно, то есть и лейзи-бек, и парус, и все это, прочий такелаж, я вам покажу очень скоро. Ну вот, друзья, мы будем, видите, молнию нам починили. Мы ее теперь застегиваем и тщательно обрабатываем вот этим спреем, чтобы, спреем, чтобы она у нас дальше легко, видите, она тогда скользит, просто загляденье. А без этого молния сухая. И, в общем, все молнии, рекомендуется имеющиеся на яхте, обрабатываются такими вот средствами. И тогда они будут долго служить, потому что иначе вы просто можете либо оторвать, либо повредить. Очень много в сообществе виксменов или людей, которые вообще любят яхтинг, споров про то, что лучше. Все-таки парус, который поднимается по мачте, то есть с системой, допустим, вот как у нас лейзи-бек, либо все-таки вот такие системы, которые скручиваются в мачту. Ну, есть, понятно, еще другие системы, но мы сегодня рассмотрим и попытаемся немножко сравнить трудоемкость, допустим, установки паруса и установки там лейзи-бека в сравнении с установкой паруса на вот такую скручивающую систему. Вот это мы попробуем сделать, и тогда вы сами убедитесь, насколько, насколько вот как бы разная трудоемкость этих процессов. Ну, а честно скажу, я дальше буду рассуждать на темы, на дает ли это серьезную прибавку там хода, скорости. Ну, это уже, опять же, вставайтесь с нами, вы узнаете, дает ли система с лейзи-беком, латами и подъемная вверх по мачте больше эффекта, чем система, скручивающаяся в мачту. Вот такая вот, как, допустим, за мной ставить. Итак, с чего мы начинаем установку лейзи-бека? Ну, конечно, видите, вот у нас здесь есть паз, в который мы будем сейчас заводить вот эти вот тоже люверсы, которые у нас пришиты к нашему лейзи-беку. И плюс, по всему прочему, мы будем, так сказать, продвигать его по вот этому пазу. Ну, вот здесь он дальше начинается, видите, из-за не люверса, вот такой просроченный, уплотнитель, усиленный край. И вот потихоньку-потихоньку мы его продвинем и установим на наш гик. Ну, это как бы самая предварительная операция, с которой мы начинаем установку паруса системы подъемной вертикально. Ну, вы сами понимаете, что буквально недавно я проделал обратную операцию, чтобы отремонтировать вот эту вот молнию. Мне пришлось, опять же, все демонтировать. Ну, конечно, в обратной последовательности. Вот, в наш паз. И нам остается только его слегка откинуть назад. И вуаля, у нас приодет лейзи-бэк в этот паз. А теперь мы будем его... У нас есть, видите, вот в начале, в конце такие вот веревочки, которые держат его в правильном положении на гике. Ну, вот, по сути, нам сейчас и надо их привязать, чтобы вот этот лейзи-бэк не двигался по гику, когда мы складываем или поднимаем пару, что, само собой, ветер его тоже не сдвигал. Итак, мы подвесили наш лейзи-бэк на гик, но теперь надо вот такие вот утяжелители заправить вот в этот карман, который идет, видите, по всей длине лейзи-бэка, чтобы он все время сохранял правильную форму. Без этого груза он будет просто, понимаете, в него не сложишь парус, он не будет держать форму. Ну, а вот все это туда, скажем так, вставляется достаточно просто. Из таких вот, видите, наборанный такой утяжелитель. Вот, видите, вот так вот. Вот, раз, сюда, вставляем дополнительный. Сейчас мы вот эти вставилы в секцию мы начинаем двигаться. Фактически, вот, последнюю третью секцию, и наш, тогда, утяжелитель будет вообще собран полностью. Остается только его здесь, видите, вот так слегка в натяжении закрепить вот такой вот липучечный. Ну, и сейчас мы эту операцию, соответственно, проделаем с другого конца. Ну, вот я сейчас начну заводить вот эти вот наши веревочки для того, чтобы все-таки зафиксировать наш лейзи-бэк, подвесить его к этим веревочкам, идущим от краспиц, и подготовить его к установке паруса. Ну, по сути, видите, какая здесь получается схема. Мы берем, там уже у нас на вот той части, видите, уже привязана одна. Да, видите, у нас уже одна привязана. И теперь мы будем делать такую систему подвеса, продевая, набирая ее, видите, вот, с веревочек с вот этими кольцами. Так, давайте. Так. Видите, как потихоньку сейчас она у нас обретет форму. Сможем уже с этой стороны поднять вот эту сторону вырезать. То есть, я как раз учусь с утяжелителем, и показать вам, как это будет работать и выглядеть. То есть, вот здесь, вот, кстати, есть, видите, такие удочки. Пластиковые, которые позволяют нам легко регулировать вот положение лейзи-бэк. И вот видите, как теперь я могу натягивать эту веревочку, поднимать всю сторону. Видите, поднимать всю сторону, выше, ниже. Ну, это я специально просто демонстрирую. А так, нормальная высота где-то вот такая. Сейчас я на этой высоте все зафиксирую вот на эту уточку, нашу веревку. Вот. Так что, вот такая система, видите, то есть, идет регулировочный конец, и мы можем все вот эти в трех местах подвязанные веревки поднимать выше, ниже, и, соответственно, задать правильную форму, чтобы в нее легко складывался, и самое главное, помещался весь наш парус. Наш лейзи-бэк установлен на гиг, и подвешен на, видите, вот этих вот веревках в рабочем положении. Теперь нам остается уже начать монтировать парус, что тоже достаточно непростое дело вот при такой системе подъема по масте. Ну, а вот еще раз покажу, что, видите, вот эти вот утяжеляющие вставки, они сейчас как раз оттягивают вот эти вот веревочки и позволяют нам просто выставить правильное положение. А теперь я вам покажу, как мы укладываем парус. Да, смотрите, это практически, ребят, это лайфхак, то, что я сейчас сделаю. То есть, неважно, даже если бы сейчас был бы сильный ветер, правда, сейчас он небольшой ветерок. Если бы он даже был бы сильный, я могу вот этот большой парус демонтировать и снова установить на мачту, несмотря на, ну, понятно, не штромовой, ну, там даже 26 услов, в принципе, мне не помеха. Почему? Потому что он укладывается, вот, смотрите, таким образом. Опять же, преимущество, видите, размер 37 футов, то, что все остальные сидели, все-таки, все без-без, так сказать, подъемные. Да, не могу сказать, что легко, но все подъемно. И вот сейчас я как раз покажу вам, как и происходит. Разматывать наш парус, в случае, укладывать очень легко. Мы его протягиваем уже в подвешенном лейзи-беке и просто его потихонечку разматываем. Мачте, соответственно, стороной, где установлены люверсы для того, чтобы они скользили по фазам. Вот, недостаточно протянул. Ну, вот так вот, простым вот таким вот действием, как уже я говорил, это практически лайфхак, можно легко даже в одно лицо поставить парус, разместить его в лейзи-беке и подготовить уже к одеванию, вот в этот, к одеванию этот паз для того, чтобы все вот эти вот люверсы, все попало в нужное, в нужный паз, в нужном месте. Вот, вот видите, вот еще нам мало того, что, для того, чтобы парус начал работать и имел правильную форму, применяются вот такие латы. Видите, какие они длинные? И нам их сейчас надо в наш парус снова засунуть один за другим. И мало того, они еще концами должны попасть вот эти вот, вот в такие вот машинки, которые будут страдить по мачте. Ну, видите, как, когда один показываешь, рук уже не хватает, чтобы все удержать. Вот, буду сейчас пробовать это сделать. Для этого кладем на палубу пока, а те, которые не... Берем, начинаем с самого длинного. Вот, и будем сейчас пытаться его заводить. Так, вот, понимаем, это вот его кармашек здесь готовый. Так, опля. Так, вот сюда. Вот здесь шит специальный тоже карман, туда мы будем сейчас вставлять вот этот клад для придержания вот этой формы нашего паруса. Ну, это, опять же, оговорюсь, лучше делать вдвоем. Но сегодня я, опять же, для меня это определенный, даже расскажу, вызов. И я хочу еще раз вам показать, что на 37 футах, в принципе, можно практически все работы сделать одному. Остается уже установить два поменьше. Вот так вот выглядит вот этот вот карман, куда мы сейчас его будем заводить. Тот, который чуть-чуть подлиннее. И вот четвертый. Совсем маленький. Вот этот у нас на самой верхе нашего паруса находится. Следующий этап, после того, как мы уже подготовили латы, положили наш парус, разместили в лейзи-бэке, нам надо все влюверсы вдеть в этот паз. Ну, начинаем мы вот с такой, самой верхней машинки. Оно, как бы было, вот, никуда не делось. Ну, вот первая вот эта машинка, видите, уже вставлена. Теперь начинаем набирать все люверсы. Здесь есть специально расширяющийся паз. Стопы я снял. Один за другим мы проделываем эту операцию. Ну, заодно я контролирую, чтобы все гайки были закручены, визуально. То есть вот у нас есть здесь окно, куда мы вставляем наши люверсы и вот эти вот машинки. И поднимаем их по пазу одну за другой. Соответственно, сейчас я еще одну одену. Вот так вот. Вот так, шаг за шагом мы набираем все это, соединяем, чтобы оно потом легко скользило по нашей мачте. Вот. Нам надо еще не забыть, обязательно вот этот, закрепить вот эту скобу, которая держит нижний край паруса. Иначе он просто, когда мы поднимем вверх, не натянется. Но мы это тоже сделали. И сейчас нам останется закрепить уже окончательно наши латы. Ну вот, видите, конец вот этого лата входит вот в такой черный вот этот держатель. И он уже непосредственно крепится к машинке через вот такое шаронирное соединение, чтобы двигаться потом по мачте. То есть, видите, вот эти латы концами фактически прикрепляются через вот эти вот машинки к мачтам, к мачте. Так что, а вот с другого конца, я вам сейчас тоже покажу, с другого конца вот такая конструкция. Вот смотрите, здесь надо продеть сюда, вот в этот, видите, вот он вставлен в карман такой. И теперь вот этот вот как сказать, ремешок мы будем шнуровать, чтобы дать ему некое напряжение, натяжение. Кожу, видите, вот этот такой клапан. И мы сейчас будем вот этой вот веревочкой все это вот так с шнуровым, чтобы создать дополнительное напряжение и придать ему фоэму. Ну вот, вот как-то вот так, я думаю, это будет то, что надо. Мы его зафиксируем. и вот так каждый из четырех мы будем закреплять вот такими веревочками привязывать и укладывать в отдельный как бы карман. Вот такая вот, видите, работа. То есть еще все это собирать получается не так просто. и достаточно много времени, трудоемкий процесс. Но ничего, сейчас мы уже скоро этот процесс у нас будет подходить к завершению. Вот мы зашнуровали, остается теперь просто на липучке вот этот клапан закрыть. И у нас один лад полностью смонтирован. Но теперь будем дальше делать три последующих. Сейчас я закреплю вот к этой оттяжке вот этот конец паруса уже как бы. И я думаю, что на этом у нас монтаж практически самого паруса завершается. Вот. Но еще надо для того, чтобы он скользил по гейку вот этот вот, нам надо еще взять вот такую специальную видите, как это двусторонняя такая клейкая. В общем, вот такая вот лента, которую мы сейчас попробуем закрепить вот этот вот, не попробуем, а закрепим вот этот вот конец паруса наш к гейку. И видите, вот делается это делается это вот так. То есть продевается лента она закрепляется не очень плотно, она не должна быть прям вот в натяжении, то есть надо оставлять здесь зазоры. И смысл в том, что теперь мы вот так вот проворачивая эту ленту клейкую закрепим ее на гике. Это вот будем, то есть видите, вот это у нас оттяжка оттягивает парус назад по гику, а вот это вот позволяет этому краю скользить, потому что иначе, если бы мы его привязали жестко, то он бы у нас просто не смог бы сдвигаться при вот управлении вот этой оттяжкой. Ну вот, практически мы завершили монтаж паруса, и нам остается сделать последнюю операцию, это завести вот эти вот рифовые концы, что тоже, ну, скажем, занимает какое-то время. Сейчас я покажу вам, как это делается. Рифовый конец, который, когда мы берем парус на первый риф, так как вы понимаете, что при вот этой системе подъема паруса вверх по мачте, его надо, чтобы снизить его площадь, его надо прижимать к гику, и поэтому тут есть два рифа, ну, вот один управляется вот такой с желтыми вставочками, другой с зелеными вот этими вставочками веревочка. И вот мы сейчас попробуем соответственно закрепить рифовый конец, который у нас идет на первый риф. Вот, это, видите, делается вот таким образом, продевается через кольцо, вот такое, вот такое, надеюсь, оно хорошо видно, а потом мы второй вот этот конец свободный завяжем на нашем гике такой, знаете, какой, небольшой скользящий узел, чтобы он самозатягивающийся был. Вот с нижней части можно это показать. вот то есть мы здесь сделаем просто петельку и в свою очередь так вот затянем этот узел, ну и потянем вверх, чтобы вся эта система, видите, натянулась. То есть у нас теперь здесь эта система установилась и когда мы будем брать риск, вот этот конец у нас тоже закреплен. Ну а теперь надо продеть аналогичную веревочку для второго рифа. Но это вот есть еще одно колечко, куда мы точно так же сейчас ее заведем. Заведены с вот этого конца паруса наши рифовые концы, которые мы можем сейчас просто положить в лейзи бэк наши. Вот этой части паруса, которая около мачты. Потому что когда мы будем брать риф, мы сразу из кокпита подтягиваем вот этот конец и прижимаем как вот эту часть паруса, так и заднюю, что позволяет нам уменьшить его площадь. Вот сейчас мы проденем. С этой стороны у нас ролики вот такие установлены. И мы сейчас будем через них продевать вот этот соответственно желтые и зеленые концы и дальше их уже заводить в кокпит. Мы вот так продеваем этот конец и через вот здесь отверстие заводим его на ролик. чтобы нам меньше протягивать сразу вот они эти ролики мы будем использовать прямо тот ролик который нам сейчас нужен. Сейчас мы то же самое сделаем с вторым рифом. мы продеваем наш конец и тоже его вытягиваем продевая его здесь на мачте в направляющие. остается только так же его вытянуть через ролик в сторону кокпита. Здесь даже нам надо будет оставить еще больше запас потому что это второй риф и он еще выше поднимется по мачте поэтому мы пока его в таком положении положим в наш парус. Мы закончили монтаж паруса заведенные рифовые концы сейчас я попробую посмотреть как он поднимется по нашей мачте кстати я хотел отдать ваше внимание что в принципе я могу его видите в одно лицо поднять так все мягенько скользит парус ну практически я парус поднял в принципе я оставил достаточный запас для рифовых концов и они мне не помешали поднять наш парус полностью но это говорит о том что мы работу свою опять сделали хорошо можно сказать на отлично но видите это немало времени уходит на то чтобы вот этот парус установить ну а теперь самое главное его красиво сложить мы аккуратно уложили лейзи бэк наш парус теперь остаемся буквально вот эти вот края с молнией и мы сможем его застегнуть а здесь одеть колбак защищающий его от солнца или ну и от прочих осадков вот друзья теперь мы уже на нашей большой яхте где парус скручивается в мачту и вы сравните процесс постановки паруса да то есть ну я вам сразу хочу сказать что конечно я его для демонстрации для контроля сейчас просто спустил я его не полностью демонтировал просто мне надо было посмотреть целый вот этот рост который видите внутри мачты находится все ли в порядке не распушился ли он то есть проконтролировать ролик который подшипник который его закручивает эту скрутку ну и по сути дела видите крепится тот конец паруса одевается заводится вот этот конец паруса и в принципе дальше парус поднимается то есть никаких тебе концов веревок лэзи бэгов рифовых концов в общем ничего практически видите две точки крепления поднимается на гике протяжка по гику и вот здесь заводится конец который обычно скользит по пазу и все то есть трудоемкость постановки паруса скручивающегося конечно прям скажу в разы меньше то есть вот сейчас я вам покажу как я его на самом деле буду поднимать ну вот друзья одет на карп вот этот вот верхний конец паруса топ паруса и остается только попасть теперь по сути в паз который вот этого вот закрутки который проходит в мачте как только сейчас у меня это получится а у меня это получилось я фактически могу начинать поднимать наш парус придется конечно чуть поправлять все это но по сути видите уже я перехожу к той части операции когда идет подъем паруса то есть еще раз обращаю внимание мы закрепляем на оттяжке по гику вот тот конец задний назовем так паруса и закрепляем верхний и дальше по пазу парус просто скользит наверх все вот в общем получается все что нужно чтобы поставить наш большой парус на системе с закруткой гиг гиг никаких особых сил просто поправляем парус и он по пазу поднимается дальше наверх ну не забываем его конечно протягивать через стопор чтобы потом нам было легче все это сделать поднимать ну вот видите мы продолжаем поднимать наш парус надо поторопиться потому что ветер слегка усиливается и мы боимся что но начнет сильно все это длина поэтому мы его будем поднимать поднимать можно ну вот видите мы уже подняли парус кстати он легко скользит по направляющим по пазу и это занимало я просто вот сам своим весом двумя руками все это поднял остается теперь вот эту вот петлю видите специальную надеть на крюк который будет держать этот парус снизу можно показать этот крюк с этой стороны вот он внутри чтобы было понятно мы вот этот одеваем на вот этот вот крюк ну вот эту последнюю операцию мы делаем и фактически парус можно сматывать ну после того как мы его конечно натянем достаточное натяжение дать потому что сами знаете что не натянутый парус очень опасная штука когда плохое натяжение в этой вот скручивающейся системе все мы сейчас будем это делать ну вот видите мы набили парус сейчас здесь совершенно нормальное натяжение которое рабочее натяжение и теперь остается по сути наш парус просто скрутить в мачту и тем самым установка вот такого паруса в такой системе со скруткой мачту завершена ребят мы реально на это можно потратить 15 минут а не 2 часа как на вот ту систему подъемную помачку и для меня мне кажется что достаточно сомнительные преимущества скажем вот этой спортивной системы по сравнению с этой круизной как ее называют системой а кроме того я вот сейчас смотаю быстренько парус и вам расскажу ну и покажу соответственно вот если посмотреть на парус вот эта выкайка вот эта выкайка от этих лапиков это шит по технологии 3DL вот поэтому он держит форму без всяких латанов то есть в принципе вот эта выкайка сейчас так шита что он держит эту выпуклую форму крыла самолета совершенно свободно сам у нас как бы получается две регулировки это вот оттяжка по гигу и оттяжка гига вниз вот эти два две регулировки очень легко менять форму этого паруса я скажу что вот такая выкайка ну и само собой это не да крон это уже более продвижный материал это все нам позволяет подходить с действительно хорошими скоростями ну а с какими скоростями я вам покажу уже в следующем материале выходим а сейчас я его действительно просто поставлю пачку все видите работа закончена парус просто остается все убрать пик что я делаю очень легко так больше отпускаем больше натяжения даем померьте всегда сматываем с небольшим натяжением нельзя полностью распустить тот конец паруса навсегда надо сделать небольшим движением друзья вы сами убедились посмотрев это видео насколько долгий монтаж системы слези бэк насколько он сложен насколько надо много завести концов люверсов фалов и так далее и там рифовых концов чтобы в итоге все-таки собрать эту систему преимущества которые я скажу ну для меня скажем так не очевидны сегодня что же касается скрутки да то она на лопатке просто кладет систему слези бэк по удобству монтажа по удобству демонтажа паруса и монтажа и в этом это действительно в 5 раз быстрее в 5 то есть 2,5 часа возни с системой слези бэк и полчаса просто установки паруса на скрутке это действительно ребята колоссальная разница а все-таки мы не для того ходим на яхтах чтобы лишние себе уже настолько лишние занятия придумывать как снятие демонтажа монтаж системы слези бэк все-таки мореплавание важнее а не установка этих всех сложных систем так вот в этой части мы посмотрели как это все монтируется а в следующее я подведу как бы итог расскажу вам что действительно на мой взгляд лучше система слези бэк или скрутка что лучше для круизинга и что вообще лучше в повседневном использовании оставайтесь со мной на канале подписывайтесь смотрите со мной в соцсетях и вы не пропустите следующую часть где мы подведем все-таки эти итоги и действительно оставим точки над и что лучше скрутка или система слоподъемная по мачте слези бэк всем пока